Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Наверное, он будет состоять из нескольких дней, как получится. Потому что я говорю, мы сейчас сидим дома с младшим сыночком, у него каникулы. Но я никуда не хочу с ним сейчас ходить, потому что он только-только мне недавно переболел. И болел-то он так странно, знаете. Так, пришел еще один. Вот у меня тут один котейка лежит, Касперюша. Вот тут хвост второго котейки. Что-то у него хвост не пушится, девочки. Смотрите, у нас проблема с хвостом. Я помню, у тебя проблемы с хвостом? Видимо, нет. Вот. И он у меня так достаточно странно болел. То есть у него ангину ему не поставили, но у него болело горло. Несколько дней у меня ребенок просто спал. Температуру как таковой не было. Видно, какой-то вирус пытался его захватить, но, слава богу, не захватил. Так, не трогай лампочку. Там специально ключи у нас пасмурно, как всегда. У нас такого ничего особо интересного не происходит сейчас. Но я тут делала заказ на Ламоде. И хочу вам показать, что я себе приобрела. Я себе приобрела кошелек. И у меня вообще один-единственный кошелек. У меня много сумочек, но кошелек у меня один. И одно время я, кстати, им вообще не пользовалась. Вообще не пользовалась кошельками в принципе. Когда вот мы все оплачивали телефоном. Сейчас же такого нет. Ну да, сейчас там есть по QR-коду. Еще как-то так. Извиняюсь с моими рубашками. А то это я в домашней одежде. Это у меня домашняя рубашка. Я ее не гладила. Надо было погладить, да? Что-то тут все-то порчится. Ну ладно. Вот. У меня был вот такой кошелек. Michael Kors. Я его покупала. Это оригинальный. Я его покупала, когда мы были в Арабских Эмиратах. Давно. Этому кошельку, наверное, лет пять. Если не больше. Прикольный кошелек. Но он неудобный. Потому что, во-первых, у него вот эти отделения для карточек. Они такие достаточно жесткие. В общем, сложно туда. Ты вот не видел мамин кошелек, да? Засовывать их. Короче, вытаскивать. И нет отделения для мелочи. То есть я складывала обычно карточки вот сюда, куда денежки нужно складывать. Они у меня вываливались часто. Ну, в общем, нет отделения здесь для мелочи. Это самый главный минус. Я этот кошелек не буду выбрасывать. Ни в коем случае. Он такой, видите, симпатичненький. Да, Ля Фан. Ля Фан самый симпатичный кот. Вот. И я себе купила, короче, другой кошелек. Это не натуральная кожа. Это вот, ну, вот такой материал, из которого майка Корс и сумки часто он делает. То есть не из натуральной кожи. Вот. Но кошелек прикольный. То есть ему лет пять. И вот тут он, в принципе, как новенький. Так, я себе взяла специальный кошелек, чтобы там было отделение для мелочи. Смотрите, какой прикольный кошелечек. Я его уже набила. Он у меня такой весистый. Если так швырнуть, то, ну, на пару секунд вырубит. В общем, это кошелек из натуральной кожи. Пришел он мне. Так, отдай пакет. Извините, девочки. Пришел он мне, короче, просто в пакетике. Просто, в общем, в пакетике. Вот с такой бирочкой. Вот так называется марка. Я ссылку оставлю, кому вдруг интересно будет. Так. И просто в пакетике и все. Там лежал кошелек. Я выбирала несколько марок. Остановилась на нем. Во-первых, цена. Мне очень понравилось. Я его купила за 1500 там с чем-то рублей. Это натуральная кожа. Вот здесь натурально-лаковая кожа. И здесь такое сделано тиснение под... Ну, такие розочки. Мне очень понравилось. Красненький такой, достаточно яркий. А с этой стороны просто кожа. Мне очень понравилось, потому что здесь кожа такая, знаете, нерыхлая. Я еще брала там другие кошельки. И у них рыхлая кожа. А рыхлая кожа, вы когда в сумку постоянно будете пихать, ну, быстро испортится, в общем. Я так думаю. Я так подумала. В общем, здесь вот такое огромное деление для мелочей. Я уже сюда натолкала всю свою мелочь. У меня ее много всегда. Кстати, подкладка здесь вот такая серенькая. Он очень большой, видите. У меня там много всего. Мелочей у меня, кстати, всегда много, да. И вот такой вот серенький... Серенькая такая подкладка, да, это правильно называется. Вот так вот она выглядит. Так, здесь вот тоже вот эта штучка кожаная. И с этой стороны вот так вот открывается. Я тоже уже сюда напихала все свои карточки. И здесь есть местечко туда какие-нибудь записочки важные, нужные. Здесь отделение для денежек. Здесь тоже можно сюда денежки запихать. А тут у меня... В общем, у меня нужная бумажка. Ну, и для карточек. Для карточек очень удобные. Я сюда напихала все карточки, которые я обычно с собой ношу. Банковские. По две карточки у меня сюда в каждое отделение вместилось. У меня какие? Обе, конечно же. Леонардо, Буквоед. Всякие магазины из серии там Пятерочки, Реал там и все остальное. Лето Алириф Гош, Буквоед Леонардо. Все, мне больше ничего не надо. Вот в какие магазины я в основном хожу. Ну, и банковские карты. Вот, в общем, классный кошелек. Девочки, он мягенький, приятный. Хорошо вот эта вот застежка застегивается. Вот эта вот кнопочка здесь. Ну, в общем, супер. Я довольна. Но это еще не все. Могла я купить себе только один кошелек. Конечно же нет, девочки. Я сейчас вам покажу кошелек, который вот точно такой же, только черного цвета, был у моей бабушки. И я, короче, просто не смогла пройти мимо. Купила я его где-то за 1100. Он есть в цветах черным и еще и красным, помимо того, который я вам сейчас покажу. Но красный закончился. Вот я сейчас смотрела на момент съемок. Есть только черный такой же кошелечек. Девочки, это прелесть, скажите. Слушайте, я просто, я не смогла пройти мимо. Это натуральная кожа. Тоже пришел мне просто в пакетики с бирочкой вот такой. Вот так вот называется марка. Вот, значит, натуральная кожа. Размер 11 на 8 на 3. Город Павловск. СПБ изготавливает. Это же прелесть. Вы посмотрите. Единственное, что вот здесь вот тяжело открывается. Очень тяжело. Но с другой стороны хорошо не будет раскрываться. Вот что он такой набитый у меня бумажками. Слушайте, это огонь вообще. Так, сейчас я. Вот у меня реально у бабушки был точно такой же, только черный. И да, тоже из натуральной кожи вот такой вот кошелечек. Внутри вот такая вот подкладка. Единственное, что здесь вот на некоторых картинках вот этот шов вот здесь вот был плохо, в отзывах был плохо обработан. У меня хорошо. Ну, он там вручную, видимо, я так предполагаю. Подшит вот здесь вот. Видите? Это просто, это нечто. Единственное, что сюда, если денежку сюда класть, ну, бумажную, ее надо свернуть и сюда запихнуть. А так просто монетки. Девочки, ну, я вообще могла... Я вообще хочу вот такой формы себе сумку. Но сейчас продается, ну, по крайней мере, на Ла Моде вот такой формы сумочки. Только от... Как-то бренд называется Weekend Max Mara. А он там что-то... Сумка больше 30 тысяч стоит или 40 там. Ну, что-то в этом духе. Я такую сумку покупать не хочу. Ну, за такую цену, скажем так. Потому что вот такая сумочка, если у меня будет на цепочечке такой хочу. Это такое, знаете, баловство. Ну, это баловство, я вам честно скажу. Но это же прелесть. Но он тяжело открывается именно. Прямо тяжело. Там вообще тяжело, девочки. Вот эта часть открывается. Ну, это просто прелесть прелестная. Многие меня не поймут. Вот с этой штукой я знаю. Но я его буду летом носить. Потому что у меня есть летние... Слушайте, вообще очень тяжело открывается. У меня есть летние такие сумочки. Они очень маленькие. И туда вот кошелек и ключи только поместятся. И все. В общем, это прелесть. Ссылочки я вам оставлю. Это такая прелесть нефункциональная. Ну, в плане того, что карточки сюда не положишь. И столько так. Мелочь всякую потаскать. Вот. А у меня вот такое вот... Это уже более функциональная. Более практичная вещь. А это так. Это просто для красоты. Это просто вот... Просто балдеж. Вот. Здесь вот этот выполнен. Вот эта натуральная кожа. Вот эта натуральная лаковая кожа. Так что... Так что вот такие вот у меня были покупки. Я довольна как слон. Особенно вот это. Это вообще нечто. Ну, я не стала черный брать. Не знаю, почему. У меня захотелось вот такой оранжевый. Вот такой вот. Классненький. Реально хочу такую сумочку, девочки. Где найти? Надо где-то найти. Ой, я сумасшедшая. Ну, ладно. Ссылки оставлю. Ну, и давайте дальше будет немного обо всем. Так. И давайте я вам покажу покупки. Мы со... Это у меня как всегда. Я как снимаю, она пьет. Так. Покупки мы с младшим сыночком. Короче, поехали забирать старшего. И попутно зашли в магазин. Зашли в магазин. Вообще я зашла в четыре лапы. Магазин ради вот этого корма. У меня кот Майкун Ля Фан. Это просто... Это моя боль. Слушайте, я вот этот корм... Так. Боно, тихо. Все, тихо. Ничего не дам сейчас. Все, свободно. Так. Вот этот корм Ля Фану. Я его первый раз вообще приобрела ему. Именно вот такой, со спирулиной. Видите? Написано. Я ему впервые купила его, когда после кастрации, стерилизации... Кастрации, правильно, да, мальчиков? У него было расстройство пищеварения. А он как раз-таки для чувствительного пищеварения, в общем. И с того времени он его очень полюбил и ест практически... Ну, можно сказать, только его. Но только он переедает этим кормом. Он его съедает, я не знаю. Вот здесь кило четыреста. Да? Да. Кило четыреста. И он может за неделю съесть. Представляете? В общем, набивает свой живот и ходит потом, как будто бы вот он на сносях. Я вам серьезно говорю. И я решила, короче... Вначале вообще я решила его не покупать, этот корм. Он у меня хоть тут страдает. В общем, решила купить. Буду насыпать кружечку в день. А все остальное пусть будет другой корм. Ну, другой вкус я имею в виду. Тоже пурина пропла. В общем, кошмар. Сходила. То у меня тут бедняга ходит, орет и так далее. Взяла на пробу он... Девчонка, мне кажется, я не покупала такой корм. Это с собаком. Вот такой мясной деликатес. Должен быть хороший. Он там был по акции. 390 рублей. Большая вот такая банка. Взяла две. Попробовать. Единственное, что для щенков вот здесь. Я тоже взяла. Ну, нормально. У меня же щенки. Ой, кошмар. Ладно. Также зашли в магазин Перекресток. У меня муж с утра говорит, Наташа, давай вечером роллы накрутим. Я говорю, ну, давай. Поэтому зашли в Перекресток. Купила рис для роллов. Ну, вот эти листы. От Сенсой или Сенсай. Как правильно, не знаю. Ему очень нравятся. Муж говорит, они самые прикольные. Дальше огурцы, естественно. И вот такой вот рисовый уксус для риса. Также еще взяли салатик. Вот такие вот хрустишки. Хрутка. Очень нравится детям у меня. С клубникой именно. Вот. Еще я купила себе вот такой гранатовый сок. Ну, не только я его пью. У меня все его пьют. Но я очень люблю гранатовый сок. Не знаю. Слушайте, вот даже одной и той же фирмы раз на раз не приходится. Бывает, покупаешь кислятина редкостная. А бывает, купишь он очень вкусный. Поэтому посмотрела, что он вроде такой темненький. Значит, тоже быть нормальный. И я себе снова купила. Ну, как себе. У меня мальчишки тоже грызут. Но не особо. В основном я. Голубику. Была по 350 рублей. Вот такой стаканчик. Здесь 400 грамм. Очень мне нравится. Что-то в последнее время прям вообще. Вот. И, конечно же, зашла в мясную лавку. Тоже давно не показывала покупки оттуда. Я продолжаю туда заходить. Естественно, по-другому никак. Но обычно я как? Я куплю и сразу же готовлю. Куплю и сразу же готовлю. В общем, тоже муж у меня попросил купаты и свинины. Там продаются из индейки, из курицы, из говядины и из баранины. И из баранины моему мужу вообще не нравится. Ему нравится из свинины. Они такие жирненькие, остренькие. Ну, в общем, мужу нравится. Я хотела взять 8 штук, но там оставалось 2. И я говорю продавцу, давайте мне все, что есть. 10 штук у меня получилось. Так, это к девчулям. Куриные хотела из индейки. Но из индейки не сердечек, ничего не было. Были только куриные желудки. Тоже я уже показывала, как я их кормила. Кормлю в предыдущем видео, смотрите. То есть здесь то же самое. Я возьму там, допустим, ну, тут жирочек срежу. Это у меня куриная грудка одна штука. Вот этот жирочек я срежу. Тут жирочек, жилочки. Добавлю куриные желудки и немножко фарш. Фарш у меня говяжий. Я беру всегда больше, чем килограмм. То есть здесь у меня полтора килограмма. То есть, соответственно, часть я угощу всех моих холостатых. И где-то из килограмма пожарю котлетки. Котлеты, наггетсы домашние, ну, курица в панировке. Вот это пожарю. И все, что я готовлю. То есть я сейчас не готовлю ничего такого интересного. Наверное, поэтому не снимаю ничего. Ну, что все время одно и то же показывать. Котлеты. У меня всегда котлеты есть в холодильнике. Я не знаю. Это какой-то ужас. Вот. Я уже даже сама, кстати, котлеты не ем. Фарш чисто говяжий. По-моему, 450 рублей килограмм. Почему-то запомнила вот эти 210 за килограмм. Желудки. У меня желудки никто дома не ест. То есть, ну, даже если я там приготовлю себе чуть-чуть, вот и буду всю неделю их есть. Ну, как-то так. Так. Купила еще вот эту любимую колбаску. Тольятти, которая очень она нравится. Вкусная. Вот я половинку взяла. Ну, и здесь ветчину. Какой-то карбонат и какая-то питерская ветчина или что-то такое. Ну, в общем, по чуть-чуть тут взяла. Тоже мужу. Вот. Вот такие вот у меня получились покупки. Пошла за кормом. Та-да-дам. Как всегда. Ну, слушайте, кот этот Леофан, это просто кошмар. Так, я вам сейчас ничего не дам, потому что время 3 часа, а ужинают они у меня в 6. Потому что если сейчас дать, то и ужин тоже будут просить. Да. Сейчас буду готовить. Сейчас по одной штучке дам. И буду потом готовить. И уже ужин будет полноценный. Вон он. Вот этот бандит. Вот этот бандит невыносимый. Это же кошмар, девочки. Смотри, что что делает. Пристает к Бонне. Так. Да, Джуси, защищай Бонночку. Вот. Так что буду сейчас... Разложу все это и буду готовить. Ну что, наготовила я. Во-первых, пожарила котлетки. Вот такое количество у меня получилось. С учетом того, что я поделилась фаршем с моими хвостатиками. Кстати, очень классная вот эта сковородка кукмара. Она мне очень нравится. Вообще обалденная. Смотрите, сколько туда котлеток. Входит аж 9 штук. И, ну, очень удобно. Все налепил, положил, пожарил. Супер. Я их делаю большими. Так любят у меня мои мужчины. Еще рыбка, вот, которую засаливал мой муж, которую я показывала в предыдущем видео. Вот так вот она выглядит. Очень вкусная. С черным перчиком. Ну, муж меня отлично делает. Вот тут как раз он нарезал с огурчиками, потому что накрутил вот такие роллы у него получились. Тоже очень вкусно. Он у меня делает. Еще вот такие он какие-то рулетики. Там рыба, огурчик. В общем, получается очень вкусно. У нас, кстати, к нам приехал свекор, поэтому я решила нажарить все мясо, которое я купила. Также сделала наггетсы вот такие детям. Ну, просто курица в панировке. И колбаски. Вначале хотела 5 штук, но когда узнала, что к нам приезжает свекор, решила нажарить все. И, соответственно, ну, когда столько мужчин, много мяса не бывает. В общем, вот такие вот у нас. Ну, еще салатик овощной. У меня еще картошечка была отварная. Так что вообще супер. Вот такой вот у нас получается куча мяса. Все очень вкусно. Котлетки. В общем, супер. Ну, и на такой вкусной ноте на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Продолжение следует...